Павел Билинский и с вами Бегущий Человек. РФ не пустили на крупнейшую IT-выставку мира. На этой неделе открылась одна из крупнейших технологических выставок в мире Consumer Electrical Show, то есть CES. Она проходит в Лас-Вегасе каждый год. Не более 3000 компаний со всего мира представляют свои инновационные проекты и будут искать инвесторов. Однако в этом году на выставке не оказалось компаний из РФ, пишет BBC. «Последний раз, когда я был здесь, в 2020 году я прокатился по городу на беспилотном автомобиле, разработанном российским технологическим гигантом Яндекс», — рассказывают корреспонденты издания. «Но в этом году участие российских компаний в мероприятиях не приветствуется», — сказали главы Ассоциации потребительских технологий, которые проводят выставку. «Герри Шапира, мы не приветствовали их в этом году, учитывая политическую ситуацию. Мы просто не чувствовали, что это уместно», — объяснил он. «По его словам, это не вопрос правой политики США, а политики организации». Героя РФ приговорили к двум годам за самовольное оставление части. Военнослужащего Романа Каштакова, получившего Героя России за подрыв колонны военной техники в Украине, приговорили к двум годам условно. Приговор 30-летнему контрактнику вынес Одинцовский гарнизонный суд по статье за самовольное оставление военной части. Его опубликовали на сайте суда, внимание на него обратил телеканал «Дождь». Каштаков не явился из отпуска без уважительной причины, не жила переносить тяготы лишений военной службы, говорится в тексте приговора. Военнослужащий проводил время по своему усмотрению в Москве и Туле, пока не явился в ВСО СК РФ по Одинцовскому гарнизону 6 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба суда. Каштаков самостоятельно заявил в правоохранительные органы о том, что не явился в срок из-за отпуска к месту службы. Суд учел это как смягчающее обстоятельство. РФ и Белоруссию не включили в состав групп на Молодежный чемпионат мира 24 по хоккею. Международная федерация хоккея IIHF опубликовала список участников Молодежного чемпионата мира 2024 года в Гетеборге, Швеции, не включив в него сборные РФ и Белоруссии. В группу А вошли действующий чемпион мира сборная Канады, сборная Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. В группу Б – Чехия, США, Словакия, Швейцария и Норвегия. Агрегатор новостей Google News больше не открывается в РФ. Журналисты сообщают о невозможности в настоящее время открыть агрегатор новостей Google News в России. Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение. Такое сообщение появляется в ответ на попытку зайти на сайт. В Москве и Санкт-Петербурге продолжают активно разносить повестки. Тут недавно же нам рассказывали, что все, призывов больше не будет, мобилизация окончена и всех, кого должны были призвать, призвали. Че, опять обманули? Много не бухать, наркотики не употреблять, баб не насиловать. Первая партия заключенных, завербованных Евгением Пригожиным, в ЧВК Вагнер, завершила свой полугодовой контракт. Те же, кто отправлялся на гражданку, Пригожин дал напутствие про алкоголь, наркотики и женщины нарушение закона. Он также заявил, что общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением, в том числе полиция. В России чмобиков заманивают на войну всеми возможными способами. Как всегда, в тяжелый момент они обратились к самым скрепным ценностям и решили закуколдить чмобиков. Таким образом, каждому солдату по новой пилотке, как почти 20 лет назад на удавком. Об этом творении должен узнать каждый. Россианка прожила 30 лет в Италии и вернулась в Тюмень из чувства патриотизма. Через 3 месяца женщина поняла, что приняла, мягко говоря, поспешное решение. Считаю, мне Бог помог вернуться в Тюмень. Пусть здесь будет холодно и некрасиво, но нам с дочерью красиво. На моей машине сейчас приклеена буква Z, Россия не Италия. Здесь я могу постоять за себя, за Z, за страну. Если завтра меня призовут на СВО, я пойду. Может это смешно для кого-то, но мне не шалко дать жизнь за страну, да. Я прожила 30 лет в Италии, боялась вернуться на родину, а сейчас думаю, спасибо тебе, Господи, так должно быть. Спустя 3 с лишним месяца я снова связался с Екатериной, чтобы узнать, не изменились ли ее планы на будущее. Скажем так, все нормально. Мы устроились на работу, мы живем, собеседница взяла паузу. Но мы с дочерью решили возвращаться. У меня были моменты, когда я останавливалась в машине и плакала от того, что скучаю по Милану. Выяснено, что я итальянка, несмотря на то, что являюсь патриотом своей страны. Мы решили, как только погода наладится, метели прекратятся, поедем обратно на машине. Вот у меня лично вопрос. Как ты можешь быть патриоткой своей страны, если ты считаешь себя итальянкой? У меня было другое представление о родине. Я слишком много идеализировал. Например, я думала, что Россия впереди планеты, все по балету. А в Тюмени не оказалось ни одной приличной балетной школы. В Италии я выпускала детей, которых потом забирали в большой театр. Они уезжали делать карьеру в Америку. В Тюмени я устроила станциальную школу, где преподают хип-хоп. Еще у меня остался неприятный осадок от работы госучреждений. Я работаю в Доме культуры и вижу, с какой халатностью работают директора. Они живут припеваючи, а когда отчитываются, то просто пускают пыль в глаза. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо. До скорого ролика.